Здравствуйте! Это пятый урок первого цикла телевизионного курса «Французский язык и Франция». Курса французского языка, который мы задумали как курс для начинающих. То есть для тех, кто никогда не сталкивался с французским языком, но хотел бы освоить и язык, и культуру Франции. Либо для тех, кто когда-то давно учил французский язык в простой школе, практически все подзабыл и хотел бы с самого начала вспомнить, освежить свои знания французского языка. Ну и, соответственно, сделать шаг вперед в овладении этим прекрасным французским языком, за которым стоит не менее великая и прекрасная французская культура. Напомню, что курс для начинающих рассчитан на три цикла, по десять уроков в каждом. И мы с вами в настоящий момент находимся на середине первого цикла. Напомню, пятый урок первого цикла нашего курса «Французский язык» – цикл для начинающих. Ну и поскольку мы с вами находимся на середине курса, то это хорошая возможность и повод для того, чтобы повторить то, что мы с вами прошли за первую половину курса и сделать, соответственно, следующий шаг вперед. Поэтому сегодняшний пятый урок будет носить двойственный характер. С одной стороны, мы точно так же посвятим большую часть занятия работе с новым текстом, с новым материалом. Ну а вторая половина занятий будет посвящена обобщающему повторению всего того, что мы с вами освоили практически за половину уже курса. Всего в курсе, напомню, десять занятий в каждом цикле. И еще хочу напомнить, что вот система обучения французскому языку вот в том курсе, который мы предлагаем вашему вниманию, основана на активизации вашей познавательной деятельности при работе с текстом. И текст используется в нашем курсе как условия обучения основным видам речевой деятельности, таким как чтение, аудирование, устная речь и перевод. И в конечном итоге все эти составляющие должны помочь вам свободно общаться на французском языке. Ну а условием активизации познавательной деятельности является прежде всего не какое-то отвлеченное содержание текстов, а вполне конкретное страноведческое и культурологическое содержание вот всех тех текстов, которые являются стержневыми для наших с вами телевизионных занятий. Напомню также, что все тексты предъявляются в записи, выполненной носителями языка. Ну и с нашим курсом вы можете работать как самостоятельно, ну и его можно использовать для каких-то коллективных форм обучения. Поскольку наш пятый урок такой срединный, то я позволю себе напомнить основные понятия, вокруг которых структурируется работа на протяжении всего нашего телевизионного курса. Итак, в центре внимания находится, как я уже говорил, текст. И вот, собственно, с этим текстом предлагаются три основных вида работы. Во-первых, мы с вами читаем и слушаем текст. Затем мы предпринимаем попытку семантизации текста за счет перевода. И, наконец, вы самостоятельно читаете текст. Дальше работа по тексту предполагает такие этапы, как с ними вы уже сталкивались на предыдущих занятиях, как повторное прослушивание текста, то есть той же самой информации и попытка вычленить те фрагменты информации, которые при повторном предъявлении были выпущены. То есть мы таким образом наглядно можем понять, зачем, как происходит данный вид компрессии текста. Помимо этого, работа с текстом предполагает работу и с ключевыми словами, с ядерными предложениями, со словами и со словарем, составление динататной карты. И все это с неизбежностью подводит к решению такой задачи, как овладение тем или иным видом компрессии текста. Вот напомню, что стоит за этими исчисленными мною понятиями. Ключевое слово – это вот то главное, опорное слово, которое помогает понять содержание текста. Ядерное предложение – это то предложение, которое наиболее точно отражает смысл абзаца. Компрессированный текст – это сжатый текст, составленный из обобщенного содержания абзацев, которые, может быть, выражены либо своими словами, либо с использованием слов автора. Слово, напомню, существует в двух видах, мы с ним сталкиваемся, по крайней мере, вот в нашей работе, в ходе нашего телевизионного курса. Это слово в текстовом варианте, в текстовой форме, то есть слово, как оно непосредственно фигурирует, функционирует в тексте. И слово в словарной форме, то есть слово, как оно встречается нам в словаре, со всеми сопроводительными грамматическими пометами и с вариантами перевода, который, собственно, и должен раскрыть, помочь нам раскрыть содержание данного текста. Денататная карта, напомню, это графическое изображение содержания текста, представляющее уровни и логику или последовательность развертывания содержания на каждом из уровней. Ну, а текст может представлять собой некое многоуровневое образование, то есть абзацы структурируют в тексте те или иные подсмыслы, те или иные блоки смыслов. Вот это те основные понятия, которым я хотел бы предварить нашу работу над очередным текстом, текстом пятого урока. И еще раз напоминаю, что помимо работы с текстом, с его содержанием, мы постепенно постигаем и систему, и структуру современного французского языка, то есть в каждом уроке присутствует как бы минимальный грамматический комментарий. Правда, этот комментарий не освобождает вас от необходимости обращаться к каким-то дополнительным справочным материалам, справочным пособиям, потому что по необходимости этот комментарий может быть весьма и весьма кратким. Поэтому домашняя работа предполагает в любом случае, если по отношению к тексту она предполагает активное пользование двуязычными словарями, то по отношению к системе и структуре языка, домашняя работа в той или иной мере предполагает более углубленное, более детальное изучение и проработку вот того материала, который фигурирует в грамматическом комментарии, который следует в конце каждого занятия. То есть вот еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что этого краткого грамматического комментария, безусловно, недостаточно, и цель его отнюдь не полностью сформировать у вас представление о системе и структуре французского языка, современного французского языка. Его задача заключается совсем в другом. Задача этого комментария, который как бы следует в конце занятия за работой по тексту, сориентировать вас в самых сложных системных структурных отношениях языка, и таким образом сориентировать вас в каком направлении, какой именно раздел справочного пособия вам необходимо в домашних условиях отдельно проработать досконально, детально и очень-очень тщательно. Вот это те основные установки, которые я хотел бы напомнить вам на нашем срединном этапе работы над французским языком. Вот на середине нашего первого цикла французского языка для начинающих. А затем мы можем приступить к работе над очередным текстовым языковым материалом «Реки Франции». Вот так будет сегодня называться тема. Вот этому будет посвящен текст, с которым мы и начинаем нашу с вами работу. Итак, «Реки Франции». Напомню, в чем заключается смысл первого этапа работы над текстом. Внимательно необходимо освоить чтение текста, то есть вы внимательно читаете текст, который предъявляется на слайдах по предложению, и одновременно вы внимательно слушаете текст. Таким образом вы решаете одновременно две задачи. Вы вырабатываете в себе навык восприятия на слух аутентичной французской речи и одновременно учитесь читать. Для решения этих двух задач мы и предлагаем вам выполнить первое упражнение по тексту. Итак, внимательно читаем и внимательно слушаем текст. Запись 5. Санкт-Петербург. Санкт-Петербурга. total. La Seine est paisible, 775 km. Née à 470 mètres d'altitude, elle descend à 215 mètres après avoir parcouru 50 km. Lorsqu'elle arrive à Paris, elle est à 26 mètres d'altitude mais a encore 240 km à parcourir pour atteindre la mer, d'où son cours lent et ses nombreux méandres. Ses crues sont rares. La Seine est le plus régulier des fleuves français. La Loire est dangereuse, 1010 km. Née à 1375 mètres d'altitude, alimentée par de nombreux torrents, elle dévale les Cévennes en direction du nord jusqu'au confluent de l'Allier. Elle ralentit alors et décrit une vaste courbe vers l'ouest. Ses crues sont à craindre en toute saison. La Garonne est coléreuse, 650 km. Née en Espagne, dans les Pyrénées, à 2350 mètres d'altitude, c'est un torrent jusqu'à Toulouse. Là, son cours ralentit. Elle traverse de riches plaines. Elle finit par le plus vaste estuaire français, la Gironde. Ses crues sont parfois brutales. Le Rhône est puissant, 812 km. Née en Suisse, dans les Alpes, à plus de 2000 mètres d'altitude, il arrive comme un torrent dans le lac Léman. Il ressort à Genève, encore rapide, se heurte au Jura qu'il traverse par des gorges très resserrés. Le Rhône abondant est encore peu utilisable en raison de la violence du courant. «Semantizare » Напомню, что следующий этап работы над текстом, то есть, иными словами, над материалом современного французского языка, заключается в том, чтобы семантизировать этот текст, семантизировать это сообщение, то есть раскрыть, понять его содержание. Вот наиболее эффективным способом семантизации текста в наших условиях, вот такой телевизионной серии курса французского языка для начинающих мы посчитали перевод. Напомню, что постепенно от куроку к уроку мы все более отходим от подстрочного перевода и обращаемся к переводу более или менее литературному. Вот об этих двух видах перевода я говорил на предыдущих занятиях. Обращаю еще раз внимание вот на этот постепенный переход от подстрочного к литературному переводу. Ваше внимание обращаю на это в связи с тем, что от занятия к занятию, переводы, которые я предлагаю вам в качестве возможного варианта, не в качестве эталонного, безусловно, в качестве одного из возможных вариантов, все более будут отходить от подстрочника и будут приобретать в той или иной степени литературный обработанный характер. Итак, давайте с вами обратимся к второму этапу работы с текстом, а именно к этапу, напомню, семантизации за счет перевода. Итак, вы внимательно еще раз читаете текст и одновременно со мной осуществляете его перевод на русский язык. Реки Франции. Во Франции много рек, однако их размеры и сток невелики. Четыре большие водные пассейна. Сена, луара, гарона и рона покрывают 63% территории и составляют 70% общего водостока. Спокойная сена 775 километров. Она берет начало на высоте 470 метров, а через 50 километров спускается до 215 метров. в пределах Парижа она протекает на высоте 26 метров над уровнем моря. Однако ей еще предстоит проделать путь в 240 километров, прежде чем она достигнет моря. Этим объясняется ее медленное течение и многочисленные изгибы. Разливы редки. Сена самая спокойная из французских рек. Опасная луара. 1010 километров. Берущее начало на высоте 1375 метров над уровнем моря. Питаемая многочисленными притоками, она сбегает с севен и течет на север до слияния салье. Затем течение луары замедляется, и она описывает широкую дугу, направляясь на запад. Разливы возможны в любое время года. Бешеная горона. Бешеная горона. 650 километров. Она берет начало в испанских Пиренеях. На высоте 2350 метров над уровнем моря и до Тулузы, подобно бурному потоку. Там течение ее замедляется, она пересекает плодородные равнины. Заканчивается горона самой обширной дельтой во Франции. Жерондой. Разливы гороны бывают очень значительны. Могучая рона. 812 километров. Она берет начало в швейцарских Альпах на высоте 2000 метров над уровнем моря. И бурным потоком впадает в озеро Лейман. В Женеве рона вытекает из озера, наталкивается на Юру. Пересекает ее по очень узким ущельям, сохраняя быстрое течение. Полноводная рона еще мало используется для судоходства из-за своего стремительного течения. Напомню, что мы с вами завершили второй этап работы над текстом. Текст является стержнем любого урока в нашем курсе. Вокруг текста и происходят основные события, которые связаны с овладением французским языком. Мы, напомню, произвели семантизацию текста. То есть убедились в том, что правильно поняли содержание прослушанного и прочитанного. И можем таким образом перейти к третьему этапу работы с текстом. А именно самостоятельно чтению текста. Вдумчивому, внимательному, аналитическому чтению, в процессе которого, напомню, вы решаете две задачи. Во-первых, вы вырабатываете в себе навык чтения текста. И, во-вторых, параллельно, вольно или невольно, осознанно или неосознанно, вы так или иначе совершаете перевод, перекодировку с одного языка на другой. Потому что вот это бесконечное, постоянно повторяющееся перемежение родного и иностранного языка при восприятии текста, безусловно, под облёкой своей, имеет этот перевод, то, что можно называть перекодировкой с одного языка на другой. То есть вы в любом случае всегда при чтении текста, при таком внимательном, вдумчивом чтении текста, всегда ориентированы на его содержание. И вот здесь как бы вступают в игру два языка, которые, каждый, правда, по-своему, но в чём-то и близко кодируют образы мира. Итак, давайте с вами внимательно, вдумчиво, таким аналитическим подходом попробуем ещё раз прочитать текст. Продолжение следует... 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 Это прибавление соответствующего аффикса, аффикса «ы». Вот как это представлено на схеме «анами» и «ами». Это общее правило, которому подчиняется подавляющее большинство имен существительных, но, как в любом естественном языке, не бывает стопроцентного правила без исключений. Бывают и исключения во французском языке, вот на них я хотел бы кратко остановиться. Особый случай в том варианте, когда мужской и женский род в самой структуре имени не маркирован, а различия маркируются лишь артиклем «пример» «un artist» и «une actrice». Возможны варианты аффиксов, как вот в случае «b» «un passager» и «une passager». И к особым случаям следует отнести случаи, как они представлены на слайде, когда мы на письме имеем удвоение согласного и аффикс «ы», типа «un passager», «un passager», соответственно, вот такие различия в графике отражаются и на произношении. И вот еще несколько случаев. Все они как бы структурированы по одному и тому же принципу. Следующая возможность, которая представлена в современном французском языке, это некая модификация аффиксов в случае «un directeur» и «directrice», либо «un vajer» и «un vajeriz». Ну и наименее распространенный случай, это буквально единичные структуры, это тот случай, когда мужской и женский род представлен различными корневыми образованиями. Вот этот случай представлен на слайде «en nom» и «in funne». Итак, напомню, речь шла о противопоставлении мужского и женского рода в системе имен существительных современного французского языка. Помимо этого, в системе имени существительного противопоставлено единственное и множественное число. Ну, точно так же здесь представлены и общее правило, и особые случаи. Общее правило, как вы можете видеть на этой схеме, сводится к тому, что множественное число образуется за счет суффикса «s». Ну, а особые случаи представлены тремя модификациями. Ну, в первом случае, как вы видите, слово вообще не меняется в своей корневой структурной части. Об изменении числа, категории числа, заявляет только артикль. Второй особый случай – это когда меняется именно слово. Случай, как представлено вот на этих примерах, «ананималь», «десаниму». И, наконец, третья возможность существования множественного числа в современном французском языке – это наличие особых форм, как в примерах типа «мадам» и «медам» и аналогичных. И, наконец, еще одна категория, которая присуща имени существительному в современном французском языке – это категория исчисляемости и неисчисляемости. То есть, существительные различаются и классифицируются как исчисляемые и неисчисляемые. К категории исчисляемых относятся, например, «фэр», «нами», а неисчисляемые – такие существительные, как «ле», «ле» либо «лю». Вот это те категории имен существительных, а именно категории рода, числа и исчисляемости, неисчисляемости, которые, во-первых, могут вызвать сложности, потому что они отличаются в своем наборе, в своем значении и в внешнем проявлении, то есть системно-структурном проявлении от того, с чем нам приходится сталкиваться в русском языке. Вот такие отличия, безусловно, создают дополнительные трудности при восприятии информации, при ее семантизации. С французского языка на русский. Вот на это нужно обратить особое внимание. Еще раз напоминаю, что тот грамматический комментарий, которым я сопровождаю работу по тексту, от них не является исчерпывающим и самодостаточным. Это лишь некая попытка аранжировки материала, акцентирования вашего внимания на тех элементах системы и структуры языка, которые подлежат тщательному, самостоятельному изучению, проработке уже в домашних условиях с привлечением соответствующих более или менее подробных справочных изданий по грамматике современного французского языка. Наше очередное занятие по курсу подошло к концу. И, как всегда, в заключении я хотел бы предложить вам выполнить уже в домашних условиях некоторые задания. Такие, как уже ставшие традиционным составление динататной карты к русскому варианту текста, к попытке создать компрессированный текст на французском языке, причем используя не столько слова автора, сколько свой собственный лексический словарный запас. Также уже ставшее традиционным задание по составлению динататной карты к французскому варианту текста. Теперь это вы уже можете делать самостоятельно. Следующее задание предполагает пересказ текста на французском языке с опорой на динататную карту к французскому варианту текста. И, наконец, не забудьте, пожалуйста, в качестве опять-таки домашнего задания внимательно еще раз проштудировать дополнительные справочные пособия, в которых можно подчеркнуть информацию о тех грамматических структурах современного французского языка, на которые я обращал ваше внимание в кратких грамматических комментариях, которые следовали за работой по тексту. На этом наше с вами очередное пятое занятие по курсу «Французский язык и Франция», курс для начинающих изучать французский язык, подошло к концу. Я прощаюсь с вами до следующего занятия.